Да, приветствую вас сердечно, друзья. Игорь Николаевич Острецов. Мы попросили Игоря Николаевича ответить на несколько вопросов, потому что после следующей встречи нашей, там написали в комментах эти вопросы. И вот один из вопросов, дорогой Игорь Николаевич, такой. А что с оборудованием там этой, ростовской? Ну, дело в том, что это достаточно свежая станция, ее монтаж в значительной степени происходил уже в 90-е годы, когда началось всеобщее воровство, и в стране было сплошное безобразие. Поэтому вообще срок службы в советское время на станциях ВВР, которым подлежит на ростовская станция, он составлял 40 лет. Ну, потом, естественно, этот ресурс стали продлевать и так далее, но инцидентов на ВВР в пределах 40 лет, в общем-то, практически не было. А ростовская станция, она проработала первый блок всего лишь 20 лет где-то, и оборудование, вот, к сожалению, подробной информации, что произошло, в общем-то, неизвестно. В прессе не пишут. Ну, ясно, что там произошло и какие-то непорядки с оборудованием. Я это связываю с тем, что обслуживание стало гораздо хуже, и поставки зачастую могло происходить не нового оборудования, а каких-то старых запасов. А деньги утекали на сторону. И поэтому следствие этого дела. Поэтому я думаю, что инциденты такого типа на всех станциях, поскольку ресурсы их работы уже заканчиваются, они в стадии ремонта в значительной степени, то я думаю, что они сейчас действительно могут быть. Дай бог, не крупные инциденты там со взрывом реактора, в это я думаю, что этого не будет, а с мелким оборудованием, которое мелкие, так сказать. Ну, вот всех волнует этот вопрос о безопасности вообще, здоровье людей, вот после этого. Да, радиация. Радиация. Потому что кто-то писал в комментах о том, что там все в порядке, потому что она новая эта станция и так далее, а другие пишут, да нет, не в порядке, потому что все волнуются. Ну да, вот я сказал, что непорядок там в основном связан тем, что монтаж происходил уже в постперестроечное время, и качество его, естественно, было существенно хуже, чем во времена Советского Союза. Поэтому вот такие инциденты, они не исключены. Вообще нам надо бояться того, что там уже что-то случится? Крупное, я не думаю. По-крупному не произойдет, потому что реактор ВВР достаточно надежный. Все реакторы БМК у нас закрыты, а реакторы типа ВВР, они хорошо отработаны. Что такое ВВР? Водоводяной и энергетический реактор. Раньше они были мощности ВВР 1000-1000 мегаватт, сейчас уже 1200, и на Западе тоже. На Западе называются ПВР. Игорь Николаевич, а можно я вас прошу? Вот с Фокусимой все-таки вот. Вы не могли бы еще раз немножко уточнить, потому что там вопросы были? Ну, с Фокусимой это все понятно, потому что, понимаете, я уже говорил в прошлом выступлении о том, что после взрыва на Чернобыле и развала Союза, было первое, что сделано, это подписано соглашение Горчернобырда. Дело в том, что в Штатах нет обогащающей промышленности. Ну, это связано с несколькими причинами. Мы вот в Китае создали обогащающий промышленности, если Штатов захотели, если мы туда вставляем уран и плутон, то, сами понимаете, мы бы не менее это сделали. Но все дело заключается в том, что урана 235 очень мало остается. И на эти остатки создавать обогатительную промышленность у себя, Штаты просто считают ненужным, потому что у них Россия в кармане. Все, что скажут ей, то она немедленно сделает. То есть мы наш уран отдаем, да? Ну, естественно, соглашение Горчернобырден, и мы туда поставляем урану. То есть, представляете себе, 96-98% обогатитель для бомб, потом разбавить до 4-х и поставлять как топливо в Штаты. Мы триллионы долларов на этом потеряли. Россатом очень боится этих разговоров, поэтому они нанимают огромное количество людей, которые пытаются запарить Москве в мозги людям, и которые, кстати, в вопросах, в комментариях несут всякую ерунду. А ситуация абсолютно понятна. Стал приближаться срок прекращения поставок, и надо было что-то делать. В Штатах 100 блоков, как я уже говорил, примерно. Ну, там чуть побольше было. Значит, в Японии 50. Японцы аккуратисты. У них на каждом ядерном блоке есть замещающий тепловой блок. Поэтому было решено это устроить, этот взрыв, имитацию в океане. И люди почему-то не хотят даже прессу читать. Там было же написано, Китай отреагировал сразу. И сказал, что в океане был взрыв. Затем Германия и Франция зафиксировали место, в котором был взрыв произведен. Наблюдал за процессами, пришел туда американский корабль. Я не помню, эсмейниц ли был. Ну, в общем, какой-то крупный американский корабль. На нем персонал весь, экипаж облучился. Были по этому поводу суды в Штатах за выплаты всяких компенсаций. Очень долго шли. И люди этого, ну, большинство людей просто не знают, потому что они прессу не читают, не смотрят информацию. А Росатом нанимает людей, которые, так сказать, несут всякие глупости по этому поводу. То есть Германия и Франция просто указали место, эпицентр взрыва. В результате чего цунами пришло. И уже время преодоления цунами, там до анекдотово даже доходило. Они привезли какую-то аварийную машину, должны были сейчас, я уже детально не помню, которая должна была что-то сделать. Но там, видите ли, не подошли разъемы. И поэтому операция там соответствующая была, не была реализована. Я говорю, а дядя Ваня что в этом случае делает? Отрубает и скручивает концы. И никаких проблем. И люди, ну, подавляющее большинство, я еще раз повторяю, не знают этого. Просто не читают. А Росатом нанимает публику, которая пишет глупости, и на всякой трипологии пытается людям запарить мозги. Вот их цель. У меня есть вопрос, Игорь Николаевич. О Легасове. Можете сказать? Дело в том, что я тогда читал, видел о том, что, по-моему, Легасов сказал, что благодаря образованности людей, вот надо образование, потому что именно на плечах Пушкина мы запустили космическую ракету. Ну, это метафора такая. По-моему, это Легасов было. И он, в конечном счете, после экспертизы, что произошла авария на Чернобыльской ГЭС, имел мнение такое, несоответствующее ожиданиям сверху. И в конечном счете боролся, боролся, что там оборудование было неправильно эксплуатировано, в конце там что-то недопоставки были. И в конечном счете он застрелился. И вот я вдруг слышу от вас, вот мы разговаривали до этого несколько минут, о том, что все было немножко иначе. Дело в том, что вы знаете подноготную, поэтому обратную сторону Луны, как говорится, раскройте ее надо. Ну, Легасов, в общем-то, несчастный человек, конечно. Дело в том, что он кончил Менделеевский институт, который атомной энергетикой фактически не занимался. Но его отец, очень крупный военный, как шутили в те времена в наши, все думают, что революцию на Кубе совершил Фидель Кастро, а на самом деле это был отец Легасова. И они были друзья с Александровым. С президентом Академии Милоновых. Нет, он не был президентом Александровых. Он был заместителем Велихова сегодня. А, ну да, да. Он в Курчатовском институте, а сейчас я не знаю, там, типа научного руководителя, наверное, вернее, не Велихова, как же глупо себе сказал, а Курчатова самого. Так сказать, его, что называется, помощник, так скажем. И он его, поэтому взял сразу в Курчатовский институт и на какую-то очень приличную должность, я сейчас уже не помню, сразу замдиректора или там еще какие-то были фрагменты, я уже сейчас не помню. То есть у него компетенции не хватало до этого, а он его поставил. Ну да, он сразу стал начальником в Курчатовском институте. И Курчатова, работник Курчатовского института, конечно, все это воспринимали очень негативно. Да. То есть вот такой был эпизод, когда там формировался ученый совет, то при открытом голосовании, кого включить список для голосования, он прошел. А когда было голосование тайное по членам ученого совета, он не получил ни одного голоса. Психологический удар, конечно, сумасшедший. А он уже был тогда замдиректор института, сами понимаете. Сам директор института не попал в это дело. Ну а потом вот произошел Чернобыль, и он, по-видимому, чтобы Курчатский институт, так сказать, резко стоял в стороне, в общем-то, от Чернобыльской катастрофы. Я надеюсь, следующим вопросом мы обсудим, что происходило в Чернобыле. Потому что научный руководитель был Фейнберг, он работал в Курчатском институте по реакторам чернобыльского типа. И Легасов, чтобы упрощить и реабилитировать себя, он стал заниматься вот этим Чернобыльской аварией. В общем, много в комиссию там, пошел на самой станции, за рубежом давал интервью всяческие на эту тему. Ну, в общем, очень сильно засветился. Но, тем не менее, в общем, это трагический человек. Несмотря на это, в общем, отношение в институте к нему всегда было очень плохим. Ну, то есть он не на своем месте был, да? Ну, да, его посадили не на свое место. Люди же там постепенно росли. Ну, что по факту, что там раскрылось, что там отчеты писали наверх, что все в порядке, а на самом деле там неправильное обслуживание чего-то было там. Это в Чернобыле? Да. Ну, это потом по Чернобылю поговорим. Сейчас вот вы задали вопрос по Легасову. Да. Вот, поэтому, очевидно, вот эти вот жизненные чисто проблемы и привели его к этой трагической, к этому трагическому концу. Потому что он был достаточно молодой, крепкий мужик. Я его лично знал не очень хорошо, но несколько раз мы плотно встречались, говорили по делам. И у него, в общем-то, ситуация жизненная была, конечно, проблематичная. Ну, он как человек, вот извините, такой вопрос, какое лично производил печенье? Как человек, не в плане компетенции, а в плане... Ну, и так, в разговорах нормально. Я по жизни с ним не встречался, не говорил. Ну, наверное, обычный человек был. Ну, вот его взяли, посадили во главе очень квалифицированного коллектива, где была масса специалистов. И которые, естественно, в которых в голове сидел этот вопрос, какой, собственно, стать. А вот вы как-то однажды говорили о том, что без начальников лучше, в принципе, жить. Ну, конечно. У Легасова, в частности, не было такой проблемы. Мой коллектив должен просто на каждое место сажать того, которое он считает, где человек наиболее полезен. Ну, поэтому посадить, например, Легасова на разработку новых технологий реакторных, конечно, было нельзя, потому что он не имел соответствующего образования. Вот вы можете, вот меня этот вопрос очень мучает. Как все-таки люди могут жить без начальников? Вот как они могут самоорганизовать? Ну, а зачем? Я всю жизнь говорил, что мне начальники не нужны. Зачем они мне нужны? У меня своя в головах, на плечах. И с кем я иду, советуется говорить? С людьми, с которыми я работаю. А начальник-то мне зачем? Ну, мне тоже начальник не нужен, я всю жизнь сам себе выбираю начальника. Начальник только ворует и делает, нанимает подхалимов, которые... Ну, вот организация, вот, например, учреждение или, например, оркестр, без дирижера разве может быть? Так нет, ну, дирижер тоже выполняет свою функцию. Чем дирижер лучше скрипача классного? Ничем. Так, а вот оно в чем дело. Ну, естественно, чем он лучше. Очень интересно. Если человек там рассчитывает, сколько коллектива и чего нужно, а другой, значит, занимается... А кто может это рассчитывать? Что из них... Вот мне в лаборатории дали орден. И я ребятам отдал, говорю, кому посчитайте, тому я и, значит, скажу, чтобы дали. Дали орден Вальке Ерохе, но он был простой токарь, но он работал с вольфрамом, его нужно было очень трудно обрабатывать, а нам нужны были очень сложные детали в работе. И все на моем стенде проголосовали за то, чтобы не начальнику стенда формальному дали, а Вальке Ерохе, ну, можете ему позвонить, спросить, он получил этот орден. Коллектив лучше всех оценит всегда, вклад каждого. Поэтому каждый никогда не будет ни воровать, ни обманывать коллектив. Ну, так же получается, и страна может быть без начальника. Ну, естественно. Зачем начальники нужны? Ну, в малой группе я могу еще понять самоорганизующиеся... Какая разница? Есть совет министров, там такие же люди сидят. Туда снизу выдвигают людей, которые по данному направлению являются хорошими специалистами. Они там работают и планируют все это. Почему они должны... Чем они лучше обычного токаря? Они получать должны примерно столько уже. А кто будет все это рассчитывать? Электронная машина будет все это рассчитывать? Она будет рассчитывать, куда, в какие коллективы. Самым лучшим начальником является электронная машина по распределению. Она не украдет и посчитает все грамотно. А кто-нибудь диверсию не может сделать? И диверсию не может сделать. Программировать или нет. Конечно ничего. Это уж только человек может. А сама машина не может. Очень интересно. Да нет, это нормально совершенно. Я вот говорю, что когда нас в Чернобыле посылали, в Израиль на лечение, то у нас там в отдельной экскурсии в Кибуце. Я там все это видел. Люди живут, там никаких денег, ничего. Надо поесть. Пошел в столовую поел. Надо поспать. Идешь к себе и спишь. Там община какая-то. Ну, конечно. Это община, коммуна, как угодно называют. Туда очень много молодняка. Не знаю, как сейчас тогда ездили. Из Европы, из Америки пожить. В общем, проста и без всяких проблем жизнь. А у нас в СССР когда-либо, в какой-либо период истории, хотя бы там один год или месяц, была такая ситуация, когда люди самоорганизовывались? Нет. В Советском Союзе не было. Потому что, понимаете, вот такие безнасильственные системы, они не могут существовать в окружении, когда есть насилие в других, в соседних странах. А, так вы имеете в виду... Вот Израиль создала для себя такие кибуцы, и к ним никто не лезет. А если вы в стране это сделаете, и там люди не привыкли друг к другу стрелять, и из кармана воровать у них, то немедленно прибегут из-за рубежа такие охотники. Поэтому сначала надо ликвидировать элитарность государств, уничтожить государства, и такая система будет во всем мире. А, так вы... И не будет никаких государств. А попытки такие были когда-нибудь? Ну, вот я сказал, что... Вот когда революции создавались у Ленина, потом Сталина, потом вот дальше переступили... Нет. В Советском Союзе были такие попытки, попытки до 30-х годов. Коммуны создавались. Да. И даже дома коммуны были. Да. Но они, я еще раз повторяю, в насильственной системе, это Советский Союз был тиранией. Жесткой причем. Потому что ему надо было бороться с Западом. Да. И идеологию, которая поддерживала идеологию Запада, надо было ликвидировать и стрелять. В таких условиях создать такую коммуну нельзя. Поэтому сейчас мы движемся вот именно в правильном направлении. А именно в направлении ликвидации элитарности сначала государства. Когда элит среди государств не будет, это в первую очередь... Где мы это видим, что мы движемся в этом направлении? Ну как, Штаты вот-вот, Европа вот-вот рухнут. Энергетика, вот которую я пропагандирую, приводит к тому, что, так сказать, не будет элитарности государства. Не будет. Штатов не будет. Объединяться все и будут жить. Очень интересно. Очень интересно. Я не социолог, я врач и художник. И только патриоты, так называемые, домороченные, которые говорят, мы, чтобы Россия была вечной, чтобы вечно у ней были пушки, чтобы вечно там посылали ребят на отстрел в соседнюю Украину и так далее, и поехали. Естественно, это никому не надо. И это будет ликвидировано все. Очень интересно. Нам трудно представить. Я очень учился в советской школе, потом в медицинском институте, в советском. Естественно, я трудно себе представляю, поскольку у меня шаблонизированное мышление, трудно себе представляю такое свободное общество людей во всем мире, которые сами себя организовывают, сами себе назначают, кому дать орден, кому... Да никаких орденов тогда не будет, ни степеней научных, ни орденов. И денег не будет. И денег не будет. Зачем они нужны? Естественно. Так это же коммунизм получается. Ну, естественно, можно назвать как угодно. Я называю это адекватным обществом, потому что такая организация исследует из теории, которая у меня в книге написана. Это из теории у нас строго. В книге написано тот же вопрос вот о чем. Я... У меня 73 года. Я жил в Советском Союзе. У меня есть свое мировоспитанное мировоззрение. И мне трудно через свои шаблоны пробиться, чтобы это в своем воображении представить. Потому что заранее у нас есть такое ощущение презумпция виновности. То есть нам заранее кажется, что если дать всем людям свободу, они начнут и улицу у нас на красный свет переходить. То есть у нас ощущение, что в человеке сидит не только человек высоконравственный, а еще в нем сидит животное, которое готово напасть... Да нет, оно сидит в силу того, что он наряду с нормальной жизнью обязан заниматься еще деньгами. А деньги делают из человека животное, действительно. Только в силу этого. Деньги все портят. А я думаю, если бы каждый... Не можете служить Богу и мамонне. Вот это всегда помните. Вот это очень хорошо, что мы с вами эту тему обсуждаем, потому что это основа основ мировоззрения людей. Потому что, как говорил Ленин, когда истинно владевают массы, это становится движущей силой. То есть когда люди поймут, о чем вы говорите, тогда, может быть, и лучше будет. Пока люди не поняли. Ну как поймут? Вот сейчас будет энергетический кризис. Начальников, хозяев будут резать. И новых уже не будут создавать. Вот все. Но вы с какой точки зрения имеете в виду будут резать? Ну как, в прямом именно, подойдут и с ножиком в горло. Вы имеете в виду с точки зрения эволюционного процесса, да? Почему эволюционного? Это когда вот сейчас на юге выключили свет на некоторое время, а если зимой, себе представите, в более широких масштабах и в Европе, у вас нет света или у здорового мужика, который заложил еще при этом от холода, а напротив замок стоит, все окна светятся. Что они будут делать? Соберутся эти мужики и пойдут в этот замок. Ну да. Что тут думать-то? Думать нечего. Энергетический кризис, все, что надо сделать. Сколько бы ни парили мозги людям, а от этого никуда не уйдут. Я понимаю, что сейчас в комментариях начнется блог. А это важно, пусть пишут, пишут, пишут. Друзья, пишите, друзья, пишите. Думать вместе будем, будем думать вместе. Что всегда будем под начальниками сидеть. Будем на все вместе думать, потому что такие глобальные вопросы здесь возникают. А я всегда всю жизнь говорил, на кой хрен мне начальник нужен. Я тоже не люблю начальник. А уж хозяин тем более. Еще мы по Чернобылю хотели поговорить. Много было вопросов. Значит, тоже парят мозги. Пытаются заболтать ситуацию. Чернобыль был взорван специально. Я уже тысячу раз говорил о том, что обогатительная промышленность в Штатах оказалась неэффективной. Они строили обогащение урана. Они начали строить 12-метровые центрифуги. И так и не довели. И поэтому у них только диффузионный метод разделения урана остался. А он уже был неэффективен из-за роста цен на уран. И поэтому у них на восточном побережье 40% атомной генерации. Надо было и чего-то делать. А самая крупная обогатительная промышленность находилась именно в России. В Советском Союзе вернее. И поэтому все взоры, еще плюс все остальные социальные проблемы и так далее, все взоры были всегда направлены на Советский Союз. Для обычной публики, так сказать, по технике, можно говорить достаточно много по Чернобылеву. Понимаете? Потому что первый инцидент такого сорта, попытка, был на первом блоке Ленинградской станции еще в 1975 году. Но там разогнать реактор сильно не удалось. Был один выброс из одного технологического канала. Естественно, научная среда очень сильно поднялась и стала анализировать ситуацию. Как это могло произойти? Писали массу писем, все просчитали, какие мероприятия надо сделать. В частности, Годолини, поглощающий элемент надо было в ТВЭЛове предлагали. Ну, там много было технических решений. И все это было понятно. Но главный конструктор долежали этого реактора. И наушный руководитель. Долежали была своя фирма. Наушный руководитель был Фейнберг из Курчатовского института. Они всем писали, да, все понятно, уже все сделаем, все будет сделано. И не было сделано абсолютно ничего. Более того, для того, чтобы увести в сторону, долежали и Фейнберга, главных авторов этого реактора, которые находились в Министерстве среднего машиностроения, или, значит, как сейчас называется, Росатом, все реакторы были переданы из Средьмаша в Минэнерго. Да, где не было ни одного специалиста. Любой прокурор на этом поставит точку. То есть там нету специалистов. Там не было специалистов. Вот оно в чем дело. И для того, чтобы увести основных ответственных за это дело, передали в другое министерство. Вот оно в чем дело. О чем после этого говорить? А я как обыватель думаю, ну и что, чтобы Минэнерго передали, ну и что. А оказывается, потому что... Специалисты там сидели, и они должны были отвечать за эту аварию. А уж ход самой аварии, как это делалось, этот Копчинский, который работал на Чернобыльской станции, а потом был переведен в ЦК, атомную энергетику ввел. А как только переворот случился, он сразу сбежал в Киев. Что тут говорить? Он просто Дятлова заставил там затянуть и отравить реактор. Поэтому обсуждать с отравлением реактора – это уже техника. А для обычных людей передача всей атомной энергетики в Минэнерго... Где нет специалистов. Где не было вообще специалистов из Министерства атомного, средьмаш оно называлось, это есть главный уголовный факт. Я понимаю, что сейчас набегут опять эти эксперты, нанятые от Росатома, и будут всякую дребедень молотить, людям на уши вешать. Но простые люди должны понимать, что вот этот факт, после того, когда вся научная общественность поднялась после инцидента на Ленинградской станции и требовали, так сказать, доработать, сделали просто всю научную общественность атомную, увели от ответственности за счет передачи туда и устроили взрыв там. Поэтому пусть эти Росатомовские наймиты заткнут глотки, потому что обычный народ такие простые факты поймет. – Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо. Я думаю, мы дождемся комментов, вопросов, и еще будем делать встречу. – Хорошо. – Спасибо. Очень важная встреча. И ромашка вам, вы ее сегодня можете забрать. – Спасибо. – Ваша ромашка. – Спасибо. – Кстати говоря, шутки ради можно я пошучу? – Конечно. – Я думаю, вот такое противостояние времени вашим вот новаторским таким вот мыслям происходит потому, что вот этот ядерный реактор вы сами и есть. Нет? Вы сами и есть ядерный реактор. – Ах, трудно сказать. – Это шутка. А ромашка – это символ Солнца, символ источника энергии, символ нашей жизни. – Ради чего и почему мы можем жить, да? – Ну, здесь вот, да, я хотела еще спросить. – Наташа Кузьмина помогает нам. – По поводу того, что вот американцы во всем виноваты. Все пишут, опять американцы, опять виноваты. И вопросы такие, кто на самом деле виноват и как бы американский след в этом, во всем какой. – Я только сейчас об этом сказал. Поскольку у американцев нет обогащенного урана, им надо было брать и войска России. Для этого надо было заставить Советский Союз. Даже в горячем бреду невозможно представить, чтобы Советский Союз обогащенный уран поставлял в Штаты. Надо было заставить, поэтому устроили переворот, всякие чубайсы набежали, всякую лапшу на уши людям вешали, развалили Союз, устроили разворовывание страны. – Вот мне, человеку, трудно понять, что все процессы происходят из-за энергии, из-за борьбы за энергию. – Ну, естественно, ну, это, так сказать, термодинамика, если вы не будете энергию употреблять, значит, вы немедленно помрете, и все будет ликвидировано, надо все время энергии попить. – Игорь Николаевич проник в это понимание глубоко, и давайте мы тоже будем проникать. – Главное – это энергия. – Да, но все равно там спрашивали еще раз об этом сказать, зачем они были взорваны, Чернобыль и Фукусима. – Для того, чтобы, значит, Чернобыль был взорван для того, чтобы развалить Советский Союз, потому что затраты на, так сказать, вот вывод из эксплуатации, и все, там, по-моему, порядка годового бюджета Советского Союза было истрачено, он попал в очень тяжелое положение. После этого начали инициировать вот эти нехватки продовольствия, и всего верхушка вся уже была закуплена. И после этого, так сказать, появились вот эти молодые чубайсы, которые сказали, единственный выход – это завести у нас в стране хозяин. Тогда будет полный порядок, потому что хозяин будет все вести так, как надо. А на самом деле эти хозяева стали все воровать в стране и вывозить на тот же Запад. – А вот эти люди наверху, которые, они действительно понимают это, что они вообще-то из-за энергии? Или они там… – Да нет, конечно, они ничего не понимают, просто… Они понимают только одно, как незаметно смахнуть в карман побольше. И как можно большую территорию это… – А есть кто-то у нас в мире, который понимает, как вы, что вся вот эта процедура происходит на земном шаре из-за борьбы за энергию? – Ну, конечно, понимают. Это римский клуб сформулировал еще в 70-е годы, что надо 7 миллиардов человек уничтожить. – Да, но они сказали, что из-за владения энергии? – Ну, естественно, то есть энергии будет не хватать, а людей надо уничтожать. – Прямо слово «энергия» там есть, да? – Ну, конечно. То есть будет дефицит энергии, и поэтому 7 миллиардов человек надо уничтожить. Сейчас в Давосе это было заявлено. – Про энергию сказали так? – Ну, естественно, сказали. Энергетический дефицит, поэтому минимум 4 миллиарда… Это, по-моему, выступление Чубаси там было. – Значит, минимум 4 миллиарда человек надо уничтожить, и каждая сторона… – Я скажу, в чем проблема. Можно? – Ну, понятно. – Вот, в мироощущении проблема. Дело в том, что я профессора работного, академика, отца русской механики спрашивал, что для вас близко, мироощущение. Он сказал – сыпучесть, трескучесть, плавучесть. Поэтому он был отец русской, советской, российской механики. – А потом пришел Чубаси… – Для вас мироощущение – энергия, энергия, энергетика. Для меня – не энергетика. – Ну, как вот… – И для всех людей разных, разные мироощущения, поэтому мы друг друга понять… – Наташа, погаси свет – это сразу отключишь. – Это для вас самоочевидная истина. – А, это и для вас очевидно, когда погасит. – Друзья, напишите, для вас самоочевидно, что энергия – это самое главное? – Да. – Или не самоочевидно? – Вот мне не самоочевидно. Для меня самое очевидное, например, ощущение человека, его познавательные способности. Потому что моя логика там живет. А у Игоря Николаевича там живет его логика. Поэтому то, что ему понятно, мне непонятно. – Нет, 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 не так. У меня тоже, так сказать, внутренних переживаний, ощущений очень много. Но есть личные переживания и коллективные. Вы же о коллективе, наверное, тоже заботитесь. – Да, но я заботюсь, но при этом я никак не связывал это, что это борьба за энергию. – Я думал, ну энергия есть, а куда она денется? – Куда она денется? Вот сейчас на юге России отключили энергию, куда денется? – Ну люди же там не живут все. И поэтому, когда они со стороны находятся, как хата моя с краю, поэтому они там этим и не живут. – Нет, ну некоторые еще читают данные по нарастающему дефициту энергетическому. И римский клумб сказал, что из-за дефицита надо ликвидировать людей. Как это можно не читать? – Нет, ну они хотят ликвидировать, чтобы сохранить этот вид энергии как можно дольше. – Для себя. – Потому что новый вид энергии лишает их привилегий. – Как на это можно плевать, что они требуют уничтожить 7 миллиардов человек? На это плевать нельзя. – Меня очень коменты интересуют, какие будут у нас коменты, друзья. Почему? Я лично ищу братьев по разуму. Я хочу, чтобы мы не там где-то в космосе, а здесь между собой нашли, кто как думает, чтобы объединялись и помогали Игору Николаевичу. – Да, Наташа? – Смешной комментарий там был. У кого в конце видео ваш гость спрашивает, нормально? О ФСБ, когда вы слушали речь своего гостя, ты, Хасай, когда слушали… – Это в прошлом видео тогда… – Вы чувствовали себя дискомфортно и неуютно? Это только я заметила, спрашиваю. – Я спрашивал это у Наташки, которая сейчас нам подсказывает вопросы, которые там заданы. – Я там видел этот комент, я дал ответ, а имеющий уши да услышит, и свет в глазах смотрящего. – А Наташка рифмуется, вот Наташка Ромашка. – Да, Наташка Ромашка, да. – Очень хорошо. – Наташка вообще много с чем рифмуется. – Ну да, покажи свою книгу. Я хочу, чтобы кто не видел, еще раз увидели твою книгу. – Все-таки больше всего там беспокойство именно за радиацию, потому что все помнят до сих пор, что много. – Она не случайно у Игоря Николаевича Острецова, не случайно она туда ездит. Она там теперь хочет снова книжку написать уже про Острецова, да? Пытает вас с вопросами интервью, да? Это очень хорошая книга издательства «Амриттер Русь». Где она может быть приобретена? – Проще всего на зоне Валберес купить. – Да. – Так же и в магазинах есть, и в обычных. – Мы все находимся, каждый, каждый, конечно, это планета, каждый человек – это планета, конечно. У каждого свое мирообщение, представление, миропонимание, свои там логика, память своя и так далее. – И каждый человек находит в своей доминанте. – Своей доминанте. – Когда у тебя нога болит, тебе не до того, как устроена звезда там, или Альфа Центавра, или еще что-то, или энергетика, у тебя нога болит. – Вот у нас у всех каждый следующий момент что-то или в душе болит, или что-то в теле болит. И поэтому мы не всегда можем обойти от всех конкретных проблем и понять главное. Потому что то, что мы дышим свежим воздухом, мы начали чувствовать, что мы дышим не свежим воздухом, когда он стал заклиняться. Пока мы дышали свежим воздухом, мы об этом не думали. Мы воспринимали это как есть. И энергию сегодня мы воспринимаем как есть, потому что еще не вырубили. Как вырубят, тогда уже поздно будет. Поэтому речь идет о сохранении разума на планете и энергии на Земле, да? Как можно так сформулировать? – То есть для обеспечения людей нормальной жизнью. – Нормальной жизнью, да. – В базе этого дела лежит энергия истина. – Всего доброго, друзья. Пишите комменты, вопросы, больше вопросов пишите. Всего доброго. Будьте здоровы, счастливы и любите друг друга. – До свидания. – До свидания.